Андрей, здравствуйте. Как скажем, вы не знаете, пожалуйста? Я думаю, все судья услышат. 4 декабря Андрей Чужбинкин был привезен под конвоем на первое свое судебное заседание в Ленинский районный суд. Подстражен с октября 2013 года. Долгое время Андрей Чужбинкин занимал пост заместителя председателя правительства Ивановской области, а непосредственно перед арестом возглавлял городской округ Кенишма. Андрей Чужбинкин обвиняется в получении взятки согласно статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Публичный, в прошлом всегда готовый на интервью чиновник попросил суда видеосъемку запретить. К просьбе присоединились защита и частично гособвинение. Даже в настоящий момент мне с трех сторон светит телекамерами, что соответственно отвлекает меня от непосредственно судебного забирательства. В итоге судья разрешил только аудиозапись процесса. В Ленинский районный суд пришло более 20 томов уголовного дела. Разбираться с преступлением и определять наказание будет судья Павел Курносов, который вынес приговор по делу Мамо Ферояна. Гособвинение представляет прокурор Алексей Горланов. Защищают экс-чиновника сразу два известных ивановских адвоката – Олег Бибик и Татьяна Спиранская. И в первом же ходатайстве Андрей Чужбинкин попросил для себя еще защитника – свою супругу Ирину Чужбинкину. Она компетентна в сфере строительства и финансов. Преподает в Ивановском государственном политехническом университете. Владеет собственным бизнесом. Суд ходатайства третьим защитники удовлетворил. Затем прокурор зачитал обвинительное заключение. По мнению прокуратуры, находясь на государственной службе, Андрей Чужбинкин заключил контракт на строительство лечебного корпуса областной детской клинической больницы с компанией «Энергостройсервис». С 2008 по 2012 годы Департамент здравоохранения перечислил вышеуказанной организации более 267 миллионов рублей. По мнению обвинения, Андрей Чужбинкин получил от этой суммы 15%, то есть порядка 40 миллионов рублей. В деле фигурирует шесть эпизодов передачи взяток руководителя «Энергостройсервис» обвиняемому через посредника. В общей сложности это 5 миллионов рублей. Защита посчитала, что обвинительное заключение не отвечает требованиям закона и составлено некорректно. Во-первых, представленные эпизоды получения взятки не связаны с тем периодом, когда Андрей Чужбинкин занимал государственную должность субъекта федерации. В умительном заключении предъявляются эпизоды получения взятки с 24 декабря 2008 года по 7 октября 2009 года, 5 эпизодов, и непосредственно 9 апреля 2013 года, 1 эпизод. Конкретность предъявленного обвинения состоит уже в том, что я не занимал государственную должность субъекта Российской Федерации ни в период времени с 24 декабря 2008 года по 7 октября 2009 года, ни 9 апреля 2013 года. То есть в периоды предъявляемой мной получение эпизодов взяток. Во-вторых, защита настаивает, что 40 миллионов рублей взятки – цифра вымышленная, не имеющая под собой доказательств. Реально сумма взятки, как вы, наверное, обратили внимание, это не менее 5 миллионов 343 тысяч рублей. Вот такая расплывчатая формулировка, что значит не менее. Это еще раз к вопросу о конкретности обвинения. Это те факты, которые отражены в этих 6 эпизодах. Так что не пугайте народ 40 миллионами. Адвокаты даже ходатайствовали о возвращении уголовного дела в прокуратуру. Однако суд это отклонил. Следующее заседание назначено на 5 декабря. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.